Здравствуйте, мои дорогие зрители! С вами школа рукоделия и я Вика. Сегодня я вам предлагаю попробовать связать, а потом в дальнейшем, конечно же, использовать вот такое вот решение изделия из вязаных платочной вязкой. Я почему-то вижу вот такой вот край именно на кардиганах, жакетах, кофточках платочной вязкой. Вот по моему мнению, это такое вот логическое, нежное завершение вот именно на таких изделиях. Вот это мое видение. Своё видение, девчонки, я с удовольствием ваше мнение, я с удовольствием прочитаю под видео, так что пишите идеи ваши. Вот, но я вижу кофточки из платочной вязки. Вот кофточки, кардиганы, платочной вязкой, именно с таким завершением. Да, кстати, шапку тоже можно так сделать. Значит, для начала, первый ряд. Край вот этот состоит из нескольких рядов, так что это не история одного ряда, а именно несколько рядов. Значит, вот смотрите, что я делаю. Я сделала и не объяснила. Значит, я складываю нить пополам рабочую и одеваю её на большой палец, эту двойную именно. На указательном пальце у меня должна быть нить одинарная, то есть я буду набирать петли, половина будет двойной нитью, половина одинарной. Значит, классическим способом я набираю первые две петли. Вот видите, здесь он, как бы я его вроде бы как захватила, хвостик, но он остался в свободном полёте. То есть это было набрано классическим вариантом. Теперь я перемещаю палец и набираю изнутри одну петлю, потом классический способ, изнутри классический способ. Мы видим, что двойная у нас только вот эта вот, как бы дополнительная нить. Петля у нас вывязывается одинарной нитью, здесь у нас получается как бы попарно разделены на петли. Изнутри классический, изнутри классический. Итак, вязать будем, число петель должно быть кратно двум, вязать будем в одно сложение, соответственно, здесь у нас висящая остаётся нить двойная, здесь одинарная. И, соответственно, здесь это не одна петля от двойной нитью, а две петли. Значит, первый ряд вяжем лицевыми петлями. Второй ряд тоже лицевыми петлями. Итак, третий ряд мы вяжем таким вот образом. Первую петлю снимаем, далее из двух петель нам нужно вывязать четыре. Смотрим, как это делается. Одна петля из двух петель, накид, одна петля, это уже три, да, это кромочная наша, раз, два, три, и четвёртую мы вывязываем из первой петли, вот как бы поддевая эту одну петлю, мы вывязываем четвёртую петлю и снимаем. Далее из следующей двойки точно так же. Из каждой пары петель мы делаем четыре. Три, четвёртая петля. Так, и кромочная, и изнаночная. Теперь четвёртый ряд. Что мы делаем? Одну петлю провязываем изнаночной, первую петлю, вторую. Вот как бы из одной петли у нас образовано, из двух петель у нас образовано четыре. Из этих четырёх первую мы провязываем изнаночной, а все остальные лицевыми, три вместе лицевыми. И изнаночная, и три вместе лицевыми. изнаночная, три вместе лицевыми. Изнаночная, три вместе лицевыми. все, мы вернули наше количество петель, которое было изначально, и теперь вяжем еще один ряд лицевыми петлями. Далее мы продолжаем вязать лицевыми петлями, то есть основным узором. Так, и вот теперь смотрите, вот одна сторона медали, один край, а вот вторая. то есть красиво получается и с одной, и со второй стороны. То есть абсолютно можно использовать как бы для изделий, где должно быть для изделий двухсторонним вязанием. Для лацкана, допустим, пиджака тоже очень красиво будет, я считаю. Ну, все, девчонки, вы пишите. С вами была Вика из школы рукоделия. До следующего свидания. Всем пока!